Какой человек, которого все считали сумасшедшим, в итоге оказался прав? Альфред Вегенер пришел к концепции дрейфа материков уже в 1912 году. Но никто не верил в это, пока в начале 60-х годов исследования в области океанографии и геологии не доказали его правоту. В то же время каждый шкет, видя карту или глобус, радостно восклицает «Ого, Южная Америка и Африка так четко стыкуются!» Австралийский врач, который десятилетиями боролся с убеждением врачей, что стресс и острая пища являются главными причинами язвы. В конце концов он выпил раствор, содержащий бактерию хеликобактер пилори, и заболел язвой, которую затем вылечил с помощью обычных антибиотиков. Он начал исследование в этой области в 1981 году, а 24 года спустя он и его коллега получили Нобелевскую премию по медицине. Кори Фельдман. Чел пытался рассказать обществу, что в Голливуде есть расстрители малолетних, что его самого домогались и надругались над ним, но никто ему не поверил. То же самое с Кортни Лав. Она пыталась предупредить людей по поводу Вайнштейна, но поскольку она была наркозависимой и чудаковатой девчонкой, никто не воспринимал ее всерьез. Марта Митчелл. Она рассказывала об Уотергейте, а психиатры считали, что она бредит. Сейчас даже существует специальный термин «эффект Марты Митчелл». Примечание. Эффект Марты Митчелл – ошибочный диагноз, поставленный психиатром исключительно из-за неправдоподобности рассказа пациента, хотя его слова соответствуют действительности. Данный эффект получил свое название в честь Марты Митчелл, которая, будучи женой генерального прокурора в администрации Ричарда Никсона, случайно нашла материалы, компрометирующие высокопоставленных лиц, и пыталась их распространить. Ей не поверили, и, сочтя психически нездоровой, насильно поместили в клинику. И только после Уотергейтского скандала пришлось признать ее правоту. В 1975 году сотрудник ЦРУ Джеймс Маккарт дал интервью The New York Times, в котором подтвердил слова Марты. Боб Эбелинг, старший инженер компании Morton Cycle, исследовал влияние холодной погоды на твердотопливные ускорители шаттла. Он был твердо уверен в том, что запуск приведет к гибели космического корабля и экипажа. После телефонной конференции с НАСА, где он умолял их отложить запуск, мужчина сказал своей жене, что поедет в штаб-квартиру, прихватив с собой ружье, с которым он охотился на оленей. Он был на 100% уверен, что корабль и экипаж погибнут. В итоге он наблюдал за запуском шаттла и штаб-квартиры в Юте, вместе со своим начальником, который дал свой отказ на все его просьбы и предложения. Во время взлета его начальник повернулся к нему и сказал, «По всей видимости, нас реально чудом пронесло». Через 13 секунд шаттл взорвался. Боб был напрочь убит чувством вины. Остаток жизни он провел в муках от стыда. Последние годы жизни он посвятил созданию заповедников для диких животных, пытаясь сделать этот мир лучше. Не так давно он скончался. Надеюсь, что в конце концов он обрел покой. Жюль Дюмон Дюрфиль. Офицер военного флота, плававший на суднах в 1800-х годах. Он утверждал, что видел волны высотой более 30 метров. За это его публично высмеял ученый-физик Франсуа Араго, который заверял, что высота волн не может превышать 10 метров. Научное сообщество регулярно отвергало идею существования волн-убийц. А всех, кто говорил, что они существуют, просто высмеивали. Так вот, 1 января 1995 года около 3 часов утра платформа Дропнера у побережья Норвегии, которая была построена так, что должна была выдержать натиск невозможной с научной точки зрения 20-ти метровой волны была разбита волной. Волна уничтожила датчики, на последних показаниях которых была зафиксирована высота волны. 26 метров. Ага, 26 метров. Платформа получила значительные повреждения, а у всех представителей научного сообщества отвисла челюсть. С тех пор волны-убийцы стали считаться реальным явлением. Ученые не только признали их существование, но и выяснили, что каждая из 10 тысяч волн в открытом океане является волной-убийцей. В настоящее время число таких волн увеличилось до одной из тысячи. Сейчас ученые утверждают, что первоначальное неверие научного сообщества в существование подобных волн было вызвано тем, что свидетели волн-убийц попросту не возвращались на сушу живыми. Деревянные корабли не были приспособлены для того, чтобы пережить столь мощный поток, обрушивающийся на них воды. Это лишь подчеркивает, насколько великим моряком был дюрвиль. Это было время, когда двухкорпусные стальные корабли часто становились жертвами волн-убийц, а деревянные корабли вовсе не имели против них никаких шансов. Марселлино де Саутола. Его восьмилетняя дочь привела его в пещеру, где они обнаружили очень четкие наскальные рисунки по всему потолку. Эти изображения стали первыми признанными наскальными европейскими рисунками с выдвинутым предположением об их доисторическом происхождении. Однако влиятельные археологи назвали Марселлино де Саутола мошенником. Многие утверждали, что он нанял художников, чтобы те сами нарисовали эти рисунки. Он умер в 1888 году. Для всего общества он так и ушел из жизни мошенником. Всего через 7 лет во Франции была обнаружена пещера с похожими наскальными рисунками. И этого оказалось достаточно, чтобы восстановить доверие к заявлениям Марселлино де Саутолы. Современные научные методы позволили установить, что возраст рисунков составляет около 11-19 тысяч лет. И они являются очень важными культурными объектами для понимания жизни наших далеких предков. Есть один испанский фильм, посвященный этой истории. Называется «Альтамира». Бюджет у него был ограничен, и порой это заметно. Но все же эта картина отлично передает те события. Марселлино де Саутолу играет Антонио Бандерас. Женщина, которая выступала против таридомида. Фрэнсис Олдхэм Келси. Она не выступала против этого препарата. Она была ответственна за то, чтобы он не попал в США. Она работала в FDA и отказалась одобрить этот препарат, несмотря на его предварительное одобрение и использование в Европе, а также давление со стороны производителя с целью разрешить его. По сути, компания предоставила ей клинические данные, которые, по ее мнению, были недостаточны для одобрения препарата. Ситуация затянулась настолько, что в Европе уже тоже стало известно о взаимосвязи между применением таридомида и некоторыми врожденными дефектами. Таким образом, она в одиночку уберегла десятки тысяч или более детей в США от рождения с серьезными заболеваниями. Джон О'Нилл. Он работал в ФБР в качестве специалиста по борьбе с терроризмом. После взрыва автомобиля во Всемирном торговом центре в 1993 году, он был уверен, что Аль-Каида попытается довести дело до конца. ФБР пыталась убедить себя в том, что все кончено, а О'Нила, который продолжал расследование, игнорировали в повышении по службе. И в итоге он уволился из ФБР. Руководство посчитало, что он слишком зациклился на одном деле. Он устроился на работу в ВТЦ на руководящую должность по безопасности и погиб 11 сентября. Чел, который пытался убедить врачей мыть руки между вскрытием трупов и принятием родов, в буквальном смысле оказался в психушке. Он заметил, что дети, рожденные в те дни, когда медсестры мыли руки, умирали гораздо реже. И он в течение многих лет вел записи, показывающие эту взаимосвязь. Игнац Земельвейс. В итоге его враги из медицинского сообщества насильно поместили его в психиатрическую больницу. Там надзиратели, по сути, забили его до смерти. В середине 20 века диетолог Джон Юткин провел большую часть своей карьеры, исследуя, какую огромную роль играет потребление сахара в массовой проблеме ожирения. Однако злобная и крупная сахарная промышленность, будучи злобной и крупной сахарной промышленностью, замалчивала его исследования и винила в ожирении потребления жиров. В медицине целая куча таких случаев. Вот два примера, которые сразу приходят на ум. Гавриил Элизаров разработал метод заживления костей с помощью внешней фиксации. В России его назвали шарлатаном, а в США над ним ржали. Теперь он признан новатором. Доктор Пол Брандт обнаружил, что проказа – это не болезнь, которая вызывает гниение тела, как до сих пор многими принято считать. Он выяснил, что она поражает нервные клетки, а отсутствие чувствительности вызывает незаживающие раны, что приводит к инфекции. Прошли годы, прежде чем он смог убедить в этих выводах широкое медицинское сообщество, которое напрочь погрязло в своих предрассудках. Его работы – одни из самых глубоких и полезных книг, которые я когда-либо читал. Ближе к концу жизни у Эрнеста Хемингуэя развилась сильная паранойя. Он подозревал, что ФБР следит за ним, отслеживает его телефоны и звонки и даже тайно конфискует его деньги и имущество. Все зашло настолько далеко, что он был вынужден пройти 36 курсов лечения электрошоком, что только ухудшило его состояние. В конце концов, Хемингуэй покончил с собой. В начале 90-х годов был принят закон о свободе информации, который обнародовал все ранее засекреченные документы ФБР. И выяснилось, что ФБР действительно следила за Хемингуэем. Изымала его почту, замораживала его банковские счета и даже прослушивала его телефоны, включая тот, который находился в его больничной палате, где он проходил курс лечения. Распоряжение по всем этим действиям лично подписал сам Эдгар Гувер, директор ФБР с 1924 по 1972 год, так как он подозревал, что Хемингуэй был двойным агентом, работавшим с коммунистической Россией, и был вовлечен в кубинскую революцию Кастро, поскольку Хемингуэй в то время жил на Кубе. Джон Леннон и Йоко Оно на шоу Дика Кавета рассказали о том, что, по их мнению, ФБР следит за Джоном и прослушивает его телефон. Кавет отшутился и лишь посмеялся над этим. Позже выяснилось, что это правда. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напишите, какой человек, которого все считали сумасшедшим, в итоге оказался прав. И не забудьте посмотреть наши другие выпуски. Обнял. Пока.